Привет всем! С вами ваша Силва Баттфлай, Серебряная бабочка. Сегодня мне захотелось понюхать аромат из прошлого, ну как бы немножко подворонный, какой-то очень бюджетной фирмой, и все-таки вспомнить, подходит этот аромат под мои воспоминания или нет. Это Кобра от Шерли Мэй. Как-то я уже делала обзор на эту тему, и мне показалось, что это вылитый Кристиан Диор, который у меня был в такой версии, как яйцо. Сейчас я побрызгаю. Я так и знала. Все-таки оно не выходит. Что-то случилось с распылителем, и вот эти методы, которые я рассказывала, они не подходят. И вот я думаю, может быть когда-нибудь... Но с крышки пахнет. Изумительная. Изумительная слива старой школы. Такой сливы можно только поискать, но разве что только в самом Пуазоне. Я зашла на Фрагрантику посмотреть, что же это Шерли Мэй делает. Написано, что это новая фирма. Первый аромат в 2009. У них в каталоге 89 номинований. Вот этого нет. И я еще видела кучу других парфюмов, которых нет во Фрагрантике. По-моему, это было намного раньше создано. Где-то, по-моему, начало 2000-х. И там были какие интересные парфюмы. Но я тогда не увлекалась бюджетной парфюмерией. Как ни парадоксально, то есть тогда мне вообще не нравилось охотиться за бюджетной парфюмерией. Я, знаете, как сделаю? Я, наверное, попытаюсь вот это перелить сюда. Вот в этот бутылок. Потому что он мне пустует, почем зря. А если я его перелью... По крайней мере, я буду пользоваться. Я, конечно, могу попробовать это сделать на камеру, но мне кажется, это будет очень сложно. То есть что вы должны сделать? Вы должны полностью отковырять вот это вот железное. И потом просто перелить физически в другой бутылок. Я такое-то уже делала вот, допустим, с этим ароматом. Помните? Я затолкала вот эту трубочку внутрь. И вылился, как здрасте. Но сейчас как-то я боюсь. Мне кажется, это так хорошо получился. И я до сих пор не выкинула. Почему? Потому что я хочу найти еще такого же образа, такого же плана парфюмы. Но мне не попадается аквалина именно вот таких вот сладких конфетных направлений, кроме одного единственного, который все знают. По ходу пьесы я читаю всякие там... Обычно я читаю фраграмтику в начале недели, у них новые статьи. И в конце недели тоже новые статьи. И это так обновляется, что я, честно говоря, даже уже не поспеваю за новостями. Я не могу поддеть. Так охота, чтобы я уже пользовалась. Это надо, наверное, вот такие как бы щипцы. Вот такие как бы маникюрные щипцы, которые прям поддевают. Но я не знаю, куда их дело. По-моему, у меня их нет уже. Ну, вы поняли, в принципе. Так, берешь, наливаешь, это золотое убираешь. Все. Теперь я заботилась, не знаю, как я это сделаю. Что хочу сказать, что у меня было из этого Шерли Мэй. У меня был каскад. И очень даже неплохой аромат. За свою бюджетную цену. Он пах хорошо, довольно-таки. Иногда даже бывает так, что купишь какую-то дешевку чуть ли не в Доллараме. Долларам – это такой магазин, где якобы должно все быть за доллар. Хотя это неправда. Там же ищи-свищи, ничего не будет за доллар. Ну, так название осталось. А мы сейчас с вами посмотрим, какие же все-таки ароматы есть у Шерли Мэй. Сейчас, секундочку. Так. Амбиционная зная девушка. Аквафреш. Далеко. Beautiful Love. То есть, скорее всего, это у них есть такие вот пародии на знаменитые ароматы. Но иногда попадаются интересные сами по себе. Вот я знаю, вот этот неплохой был. Я его нюхала в магазине. И вот этот каскад, который я даже покупала. Потом я отдала его подружке. Кстати, я не видела у нее его после этого ни разу. Devotion. Don Carlos. Что тут еще? First Love. Первая любовь. Вот этот я тоже видела. Может быть, купить как-нибудь. Как только я буду свободно ходить куда-то и нюхать. Сейчас уже можно ходить и нюхать. Вернее, как. Тебе продавец дает эту бумажку, и ты сам типа с ее рук нюхаешь, значит. А тебе в руки не дается. Это уже тестер. Ничего не дается. И еще самое смешное, что теперь я подхожу, когда я покупаю что-то, мне не дают никакие пробники. Мне кажется, с пробниками это теперь будет очень трудно. Кстати, вот смотрите. Такое же. Такая же форма. Только фиолетовая. Называется. Больше любви. More love. Вы скажите, интересно, у кого-нибудь из вас были вот эти вот дешевые варианты? Russian pink, например. Русский розовый. Первый раз вижу. Спортивных вариантов куча. Так. Какие новости во фрагрантике? То, что так все быстро меняется, и вы не успеваете ничего узнать. Бушерон. Роз из Парта. Вот это новая роза. У Бушерона появилась. Интересно. Потом R. Де Капучи. Роберто Капучи. Вот это тоже интересно. Скорее всего, это обзор про старые капучи, которые очень трудно сейчас найти где-либо. Вообще, стоит ли находить все вот это старое? Скажите, пожалуйста. У многих ностальгия давным-давно не мучает. Меня она мучает только тогда, когда я делаю видео, потому что она сразу нахлынувает. А столько всего нового. Сколько нужно жизней, чтобы все это испробовать. Верт Рубео Милана. Вот это интересный какой-то. Что тут еще? Роже Энголе. Есть новый аромат с имбирем. Вот это вот розовое. Инеки. Hot House Flower. Это тоже что-то новенькое. Сколько новинок? Это еще невзирая на то, что был карантин и должно было все загнуться. А вот это что-то такое. Из космоса с любовью к Земле. Я должна это изучить. Так. Ой, какой классный бутылок, наверное, Советского Союза. Ой, это я молодец, что я открыла сегодня эту страницу. Иначе вот так вот забудешь, да? А потом эти статьи куда-то улетают далеко, их уже потом не откопать. Так что, по крайней мере, у меня сегодня есть заделье. И я буду сегодня сидеть и смотреть. Вот я люблю именно вот такие статьи про старые советские духи. Я всегда узнаю что-то новенькое для себя. Обожаю. Это не значит, что я буду ими пользоваться, но мне очень интересна эта тема. Вот, кстати, они делают такие классные подборки. Вот это действительно коллекционеры. Это, чтобы все вот это найти, сделать фото, и даже найти фото у кого-то, это целая история. Ну, вот, в принципе, мы с вами и просмотрели так, по верхам странички фрагрантики. Когда обычно мне что-то хочется новенькое узнать, я туда захожу и залипаю. Как это сейчас говорят, очень модное слово. Я люблю читать в тишине. Не всегда это удается. Не всегда есть время, но когда я есть, я это делаю. Я просто обожаю этот момент. Но почему-то мне захотелось поделиться таким моментом с вами. А это дело я не знаю. Я, наверное, опять отставлю в сторонку. Хозяя уже планировала 100% его открыть. Что-нибудь придумаем. На этом я заканчиваю свой репортаж. Такой вот полудомашний, полу как бы посвященный прочтению и каким-то мелким моторическим движением руки. На этом все. С вами была Силва Батафлай и Серебряная Павочка. Пока-пока. Майки по скриптам. Я перевернула это вниз вот так вот. И вот так делала. Надавила. И куча парфюма вылетела у меня прямо на ладошку. И моя дочка пришла из другой комнаты и сказала «Как вкусно пахнет виноградом и сливой». Это действительно это волшебная жидкость за 3 копейки была купленная. Я не знаю, что они туда положили, но это действительно выше всяких похвал. Почему-то сейчас уже такое не продается. Наверное, слишком дорого оно бы обошлось сейчас. Вот такая вот история с коброй. наверно... И вот посмотрите, lorsque я закрываю, я вам уж не добавлю, я даже не знаю, что заpostе перчатываю, потому что, что я закрываю, чтобы яlight забываю Я не знаю, что я не знаю, что я лечу, спеюсь, Продолжение следует...